В Магнитогорске теперь можно не только покататься на собачьей упряжке, но и пристраститься к этому виду спорта. В городе открылся клуб ездового спорта. Пока в нем состоит лишь несколько активистов, но руководство утверждает, вступить желает уже около 30 владельцев Хаски. Впервые на хвостатой упряжке покаталась Анастасия Ишменева. Везде есть, о чем в Магнитогорск хуже, решили активисты и на базе клуба служебного собаководства организовали ездовой. Тем более, что в эту зиму упряжки были очень кстати, но каюрами, погонщиками запряженных собак стали не сразу. У нас были до этого обычные санки, такой снегокат называется, такой с рулем на трех лыжах. Мы на нем по городу катались. Потом у нас были обычные санки на лыжах, мы просто их сами приделывали, но это, когда мы взяли нарты, это было просто вау. Стоят нарты от 20 тысяч рублей, плюс ездовая шлейка на каждую собаку и альпинистские шнуры еще пару тысяч. Но дороже всего сам питомец, щенок хаски, обойдется до 60 тысяч рублей. Хотя профессионалы уверены, тянуть лямку могут и другие породы. Важны не собаки, важны люди. Если человек хочет, если у него есть мотивация, если есть желание большое, горячее этим заниматься, он начнет заниматься с любой собакой. А по мере роста он приобретет ту собаку, дополнительную к уже существующей, с которой сможет добиться более высоких результатов. До этих самых результатов надеется домчаться на нартах и Константин Деев. Разнорабочий ММК говорит, все начиналось с них, и их хате, и четко поставленной цели. Популяризация ездового спорта, привлечение молодежи, и вообще это, я считаю, что массово для города очень полезно. Полезное питание для таких спортсменов – мясная диета и витамины. Тогда собака может без устали пробегать до десятка километров, а колбаса и сыр – невиданное в обычном рационе лакомство. А слова, как и хорошая экипировка, очень важны в ездовом спорте. Команда «стой», команда «вперед на старте» – это обязательно должны знать собаки. И в движении, чтобы не сбавляли темп, вот мои хорошо понимают «хоп». Упряжка из 10-12 собак может развивать скорость до 60 км в час. В Магнитогорске так быстро, пока еще никто не гоняет этот вид спорта, только набирает обороты. Хоп, хоп, хоп! Сейчас на тренировках запрягают в основном по 2-4 хаски. Но этого оказалось достаточно, чтобы выиграть любительские соревнования, которые проходили в Миасе. Скоро перейдем на профессиональные, смеются заводчики и готовятся не только к стартам, но и таянию снега. Тогда санки заменят самодельные карты. Анастасия Ишменева, Евгений Грудев, Вести, Магнитогорск.